Семья Романовых Она вернулась в Данию во время гражданской войны, но всегда говорила, что хотела бы быть похороненной в России, когда наступят подходящие времена. Романова считает, что могила императрицы должна быть перенесена в Петропавловский собор Санкт-Петербурга, где погреблены останки ее сына Николая II и мужа Александра III. Сегодня годовщина расстрела царской семьи. 85 лет назад в ночь на 17 июля в Екатеринбурге в Ипатевском доме был убит Николай II, его супруга и дети, а также слуги и приближенные. Сестры-послушницы храма Нечаянной Радости приехали на царские дни в Екатеринбург из Челябинска. У себя дома они ухаживают за больными, выполняя самую грязную работу, как когда-то великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Сестра Елена на царских днях второй раз приезжала еще до открытия храма. По ее мнению, прежде без храма даже на божественные молебны люди собирались с иным настроением. Я замечаю, как люди единодушны сегодня. На редкость вот этого не было даже год назад. Как единодушны и как-то они более миролюбивы, я бы сказала. В 5 часов утра, 17 июля. 85 лет назад, примерно в это время, из двора дома инженера Ипатьева выехал грузовик, в котором находились тела семьи Романовых. Грузовик двинулся в урочище Галина Яму. Сегодня в 5 утра от храма на месте Ипатьевского дома отправляется в крестный ход. Несмотря на трагические события 85-летней давности, люди говорят, что испытывают радость. За нас, за всех, что храм построили, что начинаем понимать больше самих себе, в своей истории. Молодое поколение, оно приходится расплачиваться за грехи своих родителей и постараться не свержать налог. Крестный ход движется примерно по той дороге, какой везли тела Романовых. Но если раньше тайга начиналась недалеко от Ипатьевского дома, то теперь большая часть пути проходит по городу. По улице Сверхлова, мимо памятника Ленина. Люди уже не воспринимают эти понятия, как взаимоисключающие. Я считаю, что дети должны вот именно истинную историю знать и чтить ее. Пройдя расстояние протяженностью более 20 километров, участники крестного хода придут вот к этой заброшенной шахте. 85 лет назад в ней большевики пытались скрыть следы своего преступления. Сейчас здесь находится мужской монастырь. И сегодня здесь будут молиться о мире и согласии. Вадим Челиков, Максим Онегов, Дмитрий Шушарин. Уральское бюро Первого канала.